Мы же мужчины всегда сначала делают, потом думают. Ты только ребенок. Это такая природа просто. Мужчина действует от порыва внутреннего. Ему хочется сделать, а потом думает, что он сделал. И потом он же так уже не делает, потому что он получил опыт. Я об этом и говорю. Вот допустим, если мальчик лезет в вентилятор, нужно выключить вентилятор и дать ему возможность туда сунуть руку, когда он крутится слабее. И ребенок получает опыт. Вот этот удар вентилятора по пальцу. И он туда больше уже руку не сует. Потому что он понял, что этого не надо делать. А когда мама им говорит, что не надо ссувать вентилятор, он думает, что ему не дают достигать цели. Его цель – это вентилятор. А он не может не достигать. Он родился ради достижения цели. Почему мальчики проказничают? Потому что им надо всего достигать в жизни. Они не могут ограничиваться. Вот женщина, она живет в рамках того, что она знает. И женщина очень хорошо себя чувствует по инструкциям. Вот допустим, ей расписать все, вот так надо жить. И она это выучивает. И она идеально просто живет в жизни. А мальчик, он наоборот, когда ему все расписали, он не понимает, зачем ему жить вообще. Ему надо лезть туда, где еще не изведано. Он не любит жить по инструкциям. Им надо даже, если больше некуда лезть, он тогда будет инструкции нарушать, чтобы проверить, что это так. У мужчины природа совсем другая. Она склонна к ошибкам. Даже вот если, допустим... Вот есть мужчины, которые вообще никогда не слушали мои лекции, пришли первый раз на лекцию. Вот. Я примерно вам скажу, как мужчины тогда меня в этом случае слушают. Первая лекция. Дурак, не дурак, дурак, не дурак, дурак, не дурак. Цель понять, что за кент. Слушать надо или нет. Ну так, мужчины слушают. Это на первой лекции. Если решили, что не дурак, можно слушать, тогда как дальше мужчина слушает? Он слушает и думает. С этим я согласен, это я знаю. С этим разберемся. С этим я не согласен. Женщина, как слушает, она впитывает в себя лекцию. Потом, когда они идут с лекцией муж с женой, жена спрашивает, тебе лекция понравилась? Он говорит, ну да, я все это знаю, мне понравилось. Мужчина слышит только то, что он знает. И потом из этого он узнает глубже то, что он знает. А то, что он не знает, он не может слышать. Ему надо это проверить. А? Как? Трава? Женщин, просто так бывает. Ну, может быть, иногда. Но женщины впитывают знания, впитывают в себя. Они как губки. Знаете, вот как мужчины слушают и как женщины. Сейчас вам покажу, я же 20 лет лекции читаю. Смотрите, мужчины как слушают лекции. Все мужчины одинаково, они вот так слушают. Пытаются понять. Как женщины слушают? Вот так. Понятно? Они впитывают знания. Если женщину спросить, тебе лекция понравилась? Очень, 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 очень понравилась. А о чем? Уже не помню. Мужчина спросил, он говорит, вот это понравилось, вот это не понравилось. Один мужчина, бизнесмен такой серьезный, лидер в обществе, рассказывал мне, как он начал слушать мои лекции. Жена, когда готовила, включала лекцию послушать. Он, когда проходил мимо, слышал что-то и начинал спорить с этим. Потом он попросил у нее лекции на работу ездить, потому что ему было скучно. И он брал лекции для того, чтобы спорить. И он включал мою лекцию, садился и вслух прямо спорил со мной. Ну, ты, блин, даешь, мужик там. Читал лекцию. Я читал лекцию, он спорил в это время. И так прошло несколько месяцев. И потом в какой-то момент он перестал спорить, начал слушать. Это так он рассказывает. У каждого свой разум, свой тип разума. Мужской тип разум хороший, женский хороший. Они разные просто. Женщине во всем нужны инструкции, поэтому женщина сильно обижается, когда ей все не рассказали, не расписали, как надо сделать. И ей сказали, чтобы она это сделала. А мужчина, наоборот, обижается, если ему начинают расписывать, как делать. Ну, надо сказать, что сделать. А он уже сам решит, как он будет делать. Да? Да, конечно. Конечно. И еще, вот смотри, допустим, женщина плачет. Мальчик подходит, что ты, мам, плачешь? Надо сказать, ты у меня сынок взрослый. Уже ты сам должен вот учиться ответственности там. Я не могу, я же женщина, я не могу как бы тебя содержать там. То есть вот это надо. Вот это раз. А второй вызов. В шутку, в шутку. В шутку, но не так. Вот, допустим, есть вещи, которые нельзя мужу вообще никогда говорить. Это называется разрушение отношений. Например, говорить, что ты хуже, чем какой-то мужчина. Менее развитый человек. Это все, это капец. Это все равно, что женщине сказать, что ты менее красивая, чем вот та вот женщина. Мужу можно как бы в шутку, вот допустим, вот добудешь меня черевички, выйду за тебя замуж. Вот это вызов. То есть ставить перед ним цель, чтобы он как бы достигал. Я потому что мажу под душем. Я вот под душем поставил, у меня кожа мокрая. Потом я капельку беру, и она по всему телу размазывается. Кокосовое масло жидкое. Оно твердое, только когда минус где-то 14-15, оно твердеет. А при комнатной температуре оно жидкое. Почему в день из магазинах в это не писал? Потому что они в холодильниках держат. Если в комнате кокосовое масло постояло неделю, оно жидким становится. Но если оно у вас в комнате постояло неделю и не стало жидким, это значит, что у вас комнату не топит. Батарея не работает просто. Оно, по-моему, где-то после 16-17 начинает становиться жидким. 15-16 градусов, оно твердое. Но это не по лекции, не по теме. Да? Да? Скажите, пожалуйста, если женщина слишком эмоциональна, вы представляете? Женщина не может быть слишком эмоциональной. Все женщины слишком эмоциональны. Просто одни женщины, они как-то свои эмоции правильно проявляют. Для этого нужно быть больше женщиной. Когда ты женщина рядом, может быть, хоть прямо вот из тебя могут эмоции. И нормально женщины воспринимать нормально. А с мужчиной не надо так себя вести. С ним надо поаккуратнее эмоции, не слишком выплескивать. Потому что ты можешь положительно с ним выплескивать, он будет очень счастлив. Но отрицательно не надо, потому что этого разрушает психику. Я еще раз повторяю, это надо делать женщинами. Надо иметь подружек, с которыми вот все, вот выплеснуть, жаловаться. Им очень нравится. Вот если женщина рядом с тобой стоит, твоя подружка, и ты ей жалуешься, ей очень нравится. Да моя хорошая, да конечно, конечно, все. Успокаивают друг друга. Вот это общение двух женщин всего. Так или нет? Я несчастлива бесконечно вообще.